Вопрос не от меня, это я как бы передаю. Вот что вы думаете, как вот нужно ли совершать Иисусову молитву, Господи Иисусе Христе, помилуй меня, и как будто так часто. Как вот, например, на Афоне был такой старец Исихаст, молчальник Иосиф, и вот он учил, есть книги, там он передал, как он своих учеников там учил, как надо совершать вот эту молитву. Ну, как совершать? С верою. И надо все-таки в молитве высказывать свои прошения. Сегодня их приучают монахи, они там тысячи раз повторяют. Считают, что это полное неверие к Богу. Всу и поминает имя Божие. И вместо благодарения какого-то, а они с места не сдвигаются. Научи говорить благодарность. Вот сейчас Валентина Хапелина считала, видишь, как она широко брала. Не просто 12 раз земные поклоны сделать, а она просьбы, благодарения, словословия и прости, и щедроты Божьи вспоминала всего на 12 раз. А так ничего бы и не было. Вы все-таки сделайте речь свою достойной жизни и славы Божией. Сказала три раза, ну и достаточно. А остальное теперь посвяти разным событиям. За все, благодарящее Богу. Вот так. Спасибо, Господин. С Богом нужно иметь живую связь. Почему в постановке филиппистам апостол Павел говорит, в молитвах открывайте свои желания к Богу. А у нас ничего этого нет. Как желания? Да молитва. Богородица, Дева, радуйся. Достойно. Медведь наседает, а Богородица, радуйся. У нас вера такая неживая. Смотрите, как Давид. Каждая молитва у него. И видит и горы, и зайцев, и серно убегает, где прячутся зайцы. Все поминает в молитвах. И хвалите юноши и девицы, великие малые, град, снег, туман. Все славит Бога. К неудушевленным предметам обращается. Все дышащие дохвалит Бога. Любая бошка и блошка славит Бога. Но у нас ничего нет. Одно вот. Скукота смертная. Это понятно. Но вопрос был в том, вот этого человека, что вот этот старец, он молился постоянно, ничего не говорил, как бы вот он молчальник был, он там не проповедовал, да, молчальник. И вот он достигнул там высот каких-то. Где-то что-то есть в Слове Божьем, затворник, молчальник. Хоть одно слово есть такое в Библии. Написано, возвысь голос твой на горах. Идите и проповедуйте. Говорите громко, чтобы все слышали. У нас вера-то какая-то трухлявая. Спрячется золото, молчание, никому не говори. Это зарытый талант. Ни один молчащий не спасется. Вера отслышания. Кремлинам 10-17. Отслышания. А что слушать, когда он молчит? Отслышания от чего? От Слова Божьей я. Я что, придумаю, что это от апостола Павел говорит? Да не Павел, это Дух Святой говорит. Спроси Христов, Слава Иисусу Христу. Будьте внимательны. Бог ждет от нас словословия дивного. Подражание, это, конечно, песня песней и псалмы Давида. Так, все. Вопросов нет. Отхожу.